Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы с вами поговорим о новом чуде от компании Motorola, потому что эти ребята опять уделали всех. Так новый Moto X40 получил самое мощное железо, крутые камеры, ультрашустрый дисплей, не менее шуструю зарядку, неплохую внешку и самое главное, очень приятную цену. А знаете ребят, где я публикую секретные топовые скидки на лучшие смартфоны и электронику с Алиэкспресс и местных магазинов? Правильно, в нашей группе в Телеграм, так что если вы в поисках нового смартфона, но при этом нет никакого желания переплачивать, тогда милости прошу к нам в Телегу. Так тут я вручную мониторию отбираю для вас лучшие предложения и цены и публикую их на страницах нашего сообщества. Тема крайне годная и максимально полезная, все необходимые ссылочки вы всегда найдете в описании под этим видео. Ну что ж ребят, Moto как всегда вышли на сцену и показали как надо делать реально топовые смартфоны по самой низкой цене. Да-да, X40, не побоюсь этого слова, самый доступный смартфон на Snapdragon 8 Gen 2. О цене я расскажу немного позже и уж поверьте, она вас точно шокирует. Хотя для фанатов Moto и Lenovo это не станет большой новостью. Так ребята всегда выжимают ценник по максимуму. Прям лучшее сочетание производительности к стоимости в галактике. Достаточно вот например просто взять еще один хит от Lenovo, кто не в курсе, Moto принадлежит компании Lenovo. Хит, который просто разлетается как горячие пирожки Lenovo Legion U70. Как вам такое? Snapdragon 8 Plus Gen 1 от 1 миллиона 100 тысяч очков в Antutu 9 версии за 21 тысячу рублей с копейками. Где вы такое найдете? Тут еще и 144 герцовый дисплей и камеры в принципе адекватные с трендовым набором и 5100 мАч с быстрой зарядкой, так еще и дизайн в целом не уродский. Годно? Да? Нет? Очень годно. Но опять же ценник зависит от курса, поэтому цены могут как подняться, так и опуститься. Поэтому ссылку на самый дешевый и проверенный вариант я оставлю в описании под этим видео. Ну а сегодняшний герой это именно самый топовый на данный момент аппарат от Moto. Ему тягаться Xiaomi 13, OnePlus 11 и многими другими девайсами компаний. По цене Moto однозначно вне конкуренции. Но вот что по другим моментам, давайте-ка разбираться. Кстати, покопался по местным магазинам и постарался подобрать ему альтернативу на случай, если вас по каким-то причинам отталкивают покупки на Алик. Так вот, как мне показалось, максимально сбалансированным и мощным смартфоном, который можно купить по месту, является OnePlus 8 Pro. Snapdragon 8 Plus Gen 1, также больше 1 миллиона 100 тысячков в Antutu 9 версии. Отличные камеры, 120 герцовый AMOLED дисплей, приятный внешний вид и ценник от 35 тысяч рублей за версию на 12.256. Вот именно по железу и цене один из лучших вариантов по месту. Также можно посмотреть в сторону 10-й прошки, тоже сейчас её можно, кстати, взять по хорошей цене. Правда, памяти будет чутка поменьше за этот прайс, но камеры однозначно чуток получше. И опять же, им бы Nubia Red Magic 7 и 7S Pro очень крутые девайсы тестировал, как под игры лучший вариант, так и для повседневки вполне себе неплохой. В общем, ссылочки с самыми лучшими ценами по месту, что мне только удастся найти, также добавлю в описании под этим видео. Сердцем нашего сегодняшнего героя стал свежий, топовый, восьмиядерный 64-битный чип от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной частотой до 3.2 ГГц. За графику отвечает Adreno 740, что же по оперативке, то тут в зависимости от версии будут модификации от 8 до 12 ГБ. Накопитель же разнится от 128 до 512 ГГц. В целом, в плане производительности это действительно топчик, и в Antutu 9 версии аппарат сходу набирает более 1 миллиона 300 тысяч очков, и становится одним из самых мощных смартфонов в мире, и однозначно самым мощным смартфоном в мире на доллар стоимости. Очень опасный зверь, как за свой прайс. Также новиночка может похвастаться и новая система охлаждения, но её, ребятки, мы обязательно обкатаем в одном из наших подробных тестовых видео с FPS, нагревом и троттлингом. Питает всё это дело, конечно же, ну не рекордная по современным меркам баночка, но всё ещё адекватная на 4600 мАч. Да, без рекордов, но на день актива должно хватать. Плюс банку оснастили ещё и ультрабыстрой 125-ваттной зарядкой, так что от 0 до 100% смартфон разгоняется примерно за 15 минут, и это очень неплохой показатель. Ещё одной вишенкой на тортике является экран. Да, есть небольшие скругления, но они небольшие, как для меня это наоборот плюс. Диагональ его составляет 6,7 дюйма, разрешение Full HD+, тип матрицы Piolet. Есть DC Dimming, защита Agrioglass Victus, и самое крутое, это частота в 165 Гц. Блин, это опять же один из самых лучших экранов на рынке за доллар стоимости. Частота тача более 500 Гц, и это автоматом делает его очень крутым игровым решением. Так, кроме этого, на мото, ну, нет никаких дополнительных локов по FPS в играх, как, например, на тех же Xiaomi, Poco и Realme. Танцев с бубном и сет-эдитом, ну, делать не придётся. В общем, для полного раскрытия Snapdragon 8 Gen 2 это отличный вариант. Надо брать его и тщательно тестировать. Конечно же, ну, не обошлось без глазка под фронталочку, но он небольшой, а вот сенсор довольно крупный. На колоссальные 60 Мп, это эксклюзивчик для компании Moto. В погожий день это одна из лучших фронталок, а ночью, ну и в сумерках, я думаю, на уровне с конкурентами. Что по главной, то смартфон получил 50-мегапиксельную основную камеру с оптостабом, ширик стабом и автофокусом, так что он ещё выполняет роли макрообъектива и портретник на 12 Мп от компании Sony. Всё, затычек тут больше нет, все камеры нормальные. Да, возможно, ну не супертоп, но свои деньги отрабатывать должны. К дополнительным особенностям новинок от Moto могу отнести свежий 13-й Android на фирменной волочке MyUI 5-й версии, поддержку всех бэндов 4G-сетей, да, тут есть и 7-й, и 20-й, так что берём смело. Есть ещё и все 5G-сети, хорошие стереодинамики, сканер отпечатков пальцев, дисплей, защита от воды, IP68 и, конечно же, NFC. Что ж, до ценников, то за базу 8128 производитель запросил на родине от 480 долларов, а за топ 12512 просит уже 615 баксов. И как за базу, да с таким железом, ну согласитесь, крайне годно. Да, сейчас, возможно, на том же Алике цены будут немного повыше, но всё равно смартфончик крайне вкусный. Но опять же, сейчас максимально крутым в мире на доллар стоимости остаётся Lenovo Legion U70. В общем, будем тестировать и смотреть. На этом, думаю, всё. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку в виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok